Глава 2, подзаголовок 11. Арабы переписывают историю. Чтобы склонить на свою сторону симпатии западной публики, арабам пришлось внести существенные коррективы в собственную концепцию ближневосточного конфликта. Возникла необходимость заново переписать историю арабо-еврейского конфликта, дать новое объяснение войнам, развязанным арабской стороной. Иными словами, нужно было найти доводы нравственного порядка, которые заставят западного человека отказаться от поддержки Израиля. Историко-политическая концепция, заново перекроенная арабами, включила традиционные компоненты критики обстоятельств рождения еврейского государства. Ведь если доказать западному человеку, что само создание Израиля явилось нравственным преступлением по отношению к арабскому народу, то он с пониманием отнесется к усилиям, направленным на исправление «преступной ошибки». Очень скоро арабские лидеры обнаружили, что почва для подобной пропаганды уже подготовлена «заботливыми усилиями британских арабистов». Читатель помнит, что эти люди в течение десятилетий пытались убедить демократические правительства в том, что еврейская репатриация в Эрецисраэль является преступлением против арабских народов и фактором, способствующим эскалации насилия в регионе. Они упорно твердили, что существование еврейского государства на Ближнем Востоке восстановит арабов против Запада. После 1967 года арабские пропагандисты охотно взяли на вооружение эти доводы. Они использовали их для оправдания кровавого террора, бескомпромиссной антиизраильской позиции арабских государств в ООН и объявленного странам Запада нефтяного эмбарго. В начале 70-х годов все взоры были устремлены на арабских ораторов, втолковывавших мировому сообществу азы британской колониальной политики начала века. Суд общественного мнения, как и всякий суд вообще, придает решающее значение вопросу о том, кто напал первым, кто был зачинщиком конфликта и кто оборонялся. Осознав этот факт, арабы начали беспрецедентную пропагандистскую кампанию, цель которой – доказать, что инициатором ближневосточного конфликта явился Израиль, а арабские страны были всего лишь обороняющейся стороной. Затяжное кровопролитие, нерешенная проблема беженцев, захват территорий в кавычках – все последствия арабской агрессии были представлены теперь как ее причины, как ничем не спровоцированные еврейские злодеяния. А арабы? Они только защищались и искренне пытались восстановить справедливость. Подробнее о демагогической подмене причин следствиями смотри в главе 4. Однако арабским лидерам было труднее, чем их предшественникам на поприще антисионистской пропаганды. Британские арабисты в кавычках должны были убедить в правоте своих доводов только собственное правительство. Арабам же требовалось восстановить против Израиля общественное мнение в Соединенных Штатах, где у евреев имелись и имеются влиятельные союзники. Для этого понадобилась гораздо более мощная и гораздо более искусная кампания дезинформации. Возникла необходимость выдумать «исторические права» арабов Нейр и Цисраэль, дабы противопоставить их очевидному еврейскому праву. Понадобилось стереть из коллективной памяти американцев Версальскую конференцию и решение Лиги наций, Декларацию Бальфура и мандатные обязательства Британии. Нужно было представить новую интерпретацию причин, вызвавших серию вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Чтобы ложь таких невероятных масштабов могла внедриться в сознание людей и правительств, нужно было подготовить для нее почву путем клеветнических нападок на сионизм, дабы подорвать симпатии Запада к еврейскому национально-освободительному движению. Арабы намеревались придать убедительность всем остальным своим доводам на основе главного измышления об изначально порочной и безнравственной природе сионизма. Ради достижения этой цели арабы стали атаковать Израиль на всех международных форумах, на любой доступной им арене, со всех мыслимых трибун. Они не пренебрегали более западными средствами массовой информации и настойчиво пытались использовать их для делегитимации сионизма и демонизации Израиля. Очень скоро арабы обнаружили, что самым действенным и самым влиятельным инструментом их пропаганды может стать организация объединенных наций.